В сегодняшней беседе для библейского интернет-портала экзегет.ру мы поговорим, наверное, об одной из самых сложных и самых распространенных проблем любой религии и особенно христианства, о проблеме страданий. Причем проблема страданий касается каждого человека. Особенно волнует нас вопрос о страдании праведников. Эта проблема настолько распространена и в атеистической литературе, и в религиозной философии, что получила даже отдельное название – теодицея. Этот термин придумал великий немецкий философ, ученый Готфрид Лейбниц, назвав так свою работу – теодицея или опыты о благости Божией. В этой работе Лейбниц, будучи христианином, убежден, что даже страдания людей не могут убедить нас в том, что Бог – зол. Бог в любом случае праведен, в любом случае действует для нашего блага, для нашего спасения. Но как же это примирить с жестким фактом нашей жизни, с фактом страданий? Особенно страданий праведников, в то время, когда злые люди живут себе припеваючи, благоденствия. Где же Бог? – спрашивают люди. Почему Он не накажет злодеев? Почему Он не избавит людей, страдающих несправедливо? Не избавит их от этих страданий? Ведь если бы Бог был, то этого не было. Логика здесь проста и очень убедительна. Если Бог всемогущ, благо и всеведающий, то, безусловно, Он знает, где какой праведник или невинный ребенок страдает. Если Он благо, то Он, безусловно, хочет, чтобы праведник или невиновный человек не страдал. А если Он всемогущ, то Он, безусловно, может это сделать. Поэтому мы не будем же предполагать, что Бог или не всемогущ, или не благ, или не знает того, что происходит в мире. Логичнее предположить, делают вывод атеисты, что Бога нет. Мы еще можем примириться со страданиями заслуженными. Мы и сами этого хотим, чтобы негодяи, грешники пострадали за свои грехи. Но как быть со страданиями незаслуженными? И здесь первым делом нужно обратить внимание о том, что мы ставим этот вопрос как православные христиане. Христианство отличается от любой религии самим фактом смерти и воскресения Христа. Смерти, которые предшествовали жесткие, жестокие и душевные и телесные страдания нашего Господа Иисуса Христа. Хотя бы этот факт уже должен человека, критикующего христианство с этой позиции, должен заставить задуматься. Как, собственно говоря, и солдаты, которые распинали Христа, смеялись над ним. Как бы говоря, что если ты говоришь, что ты Бог, ну хорошо, сойди с креста, спаси себя. Почему же ты не можешь прекратить свои собственные страдания? А если ты не можешь прекратить бичевание, которое было до этого, нынешнюю крестную мученическую смерть, то, очевидно, ты не Бог, потому что Бог может избавить любого человека, тем более себя, от страданий. Но Христос только молился о них, говоря, Господи, прости их, ибо не ведают, что творят. В этом событии, в этих словах Господа нашего видна совершенно другая логика, другая роль страданий, которые имеют место в нашем мире. И вот здесь давайте обратим внимание на один очень удивительный факт, который описан в Евангелии от Иоанна. В 9 главе говорится «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него, Равви, кто согрешил, он или родители Его, что родился слепым?» Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители Его, но это для того, чтобы на Нем явились дела Божии. Вот факт, факт страданий человека, который родился слепым. Мы не знаем, сколько ему было лет, но достаточно много наверняка. Он родился слепым. Быть слепым, каждый из нас понимает, это очень тяжелая, очень тяжелая беда, страдания. За что? За что он так пострадал? В нашей логике обычно считается справедливым, когда человек страдает за что-то. И мы тоже так же считаем. Да, если человек страдает, то, значит, он согрешил. Безусловно, так оно и есть. Все наши страдания, как мы об этом поговорим чуть позже, обусловлены первородным грехом, грехом, который совершили наши прародители Адам и Ева. Но мы-то любим, когда человек страдает за свои собственные грехи. И если ученики Иисуса Христа видят, что человек слепорожденный, значит, наверное, он страдает за что-то. И отсюда вытекает этот самый вопрос. Если он родился слепым, значит, он должен был согрешить, ну, значит, согрешить до рождения. Как может согрешить человек, когда еще не родился? Хорошо, если он не родился, значит, должны были согрешить его родители. Но здесь еще более странная логика. Родители согрешили, а Бог почему-то наказывает не их, а их ни в чем не виновного сына. Вот вопрос, который поставят в тупик любого человека. За что страдает человек, родившийся слепым, который никак не мог согрешить, не сделал до рождения ни одного злого дела? И ответ, который мы читаем, ни он и ни родители его. Оказывается, страдания далеко не всегда связаны с какими-то греховными поступками. Да, очень часто Бог наказывает человека, который делает зло. Собственно, даже здесь можно было и упустить слова «Бог наказывает». Бог наказывает грешника чаще всего через его собственную жизнь. Кто наказывает человека, злоупотребляющего курением, алкоголем, наркотиками, за то, что он потом заболевает тяжелыми болезнями и умирает раньше положенного срока? Он сам себя наказывает за то, что он делает грех. Как наказывает себя человек, который ведет распутный образ жизни? Как наказывает себя человек, который изменяет своему законному супругу? Он, может быть, страдает не телесно, но страдает нравственно от презрения своих детей, от презрения его окружающих, от ощущения своей собственной неполноценности, от ощущения своего собственного предательства. Так что человек наказывает себя сам. Можно сказать, что и Бог наказывает человека через его собственную совесть, через его собственные болезни. Но это в том случае, когда человек действительно грешит. А здесь мы читаем совершенно другие слова. Не он и не родители его. Но это должно было произойти, чтобы явились на нем дела Божии. Чтобы понять более глубоко эти слова Господа нашего Иисуса Христа, можно обратиться к одной ветхозаветной книге, к книге Иова, где проблеме страданий праведника посвящена вся эта ветхозаветная книга. Напоминаю вам незамысловатый сюжет этой книги. Жил праведник Иов, у которого было много детей, любящая жена, богатство. И однажды приходит к Богу Сатана и говорит, «Вот Иов, как он любит тебя, и как ты, Бог, его наградил за его любовь к тебе». А вот интересно, будет ли он любить тебя, если не будет у него того семейного счастья и богатства, которое ты ему дал? И Бог попускает, попускает страдания Иова. Бог разрешает Сатане прикоснуться к Иову, не трогая его бессмертную душу. позволил Сатане лишить Иова детей, богатства, здоровья. И, лишенный всего, больной проказой, Иов уходит из своего города, садится на его окраине и недоумевает, за что? За что ему такие страдания? Он взывает к Богу, чтобы тот объяснил ему, к нему приходит жена, к нему приходят друзья и говорят ему вполне разумные слова. «Ну что, Иов, ты любил Бога? И как Он тебе отплатил за твою любовь? Прокляни Бога!» Или другие слова он слышит. «Ты любил Бога, а Он тебя наказал. Ты считал себя праведником, но ведь Он тебя наказал, значит, ты ошибался, значит, ты неправедник, значит, ты грешен, значит, ты наверняка совершил какой-то грех, если Бог тебя наказал. Покайся в этом грехе». Однако Иов не согласен ни проклянуть Бога, и он не видит в себе такого тяжелого греха, потому что страдания, которые он испытывает, должны быть соразмерны тому греху. Было бы понятно, если бы он был страшным убийцей, если у него пропали дети, если бы он был страшным вором, если у него пропало богатство. Но он за тобой такого ничего не чувствует, и он взывает к Богу. «Ответь мне, за что?» И в конце этой книги мы читаем. «И явился Бог Иову». И говорит Иову, «Припаяшь чресла свои, как муж, и отвечай мне». И далее на несколько страниц идет повествование о сотворении мира. «Где ты был, Иов, когда я творил основание земли?» И так далее идет повествование о том, как возникал мир, как появлялись животные, как может ли Иов рассчитать дни беременности животных, серн, антилоп и так далее, и так далее. Как понимать эти слова Бога? Особенно я обращаю ваше внимание на слова «припаяшь чресла свои, как муж». Эти слова можно понимать по-разному, но я предлагаю вам такое понимание, как муж, то есть как мужчина. Иов требует от Бога ответа. Он его обвиняет. Иов обвиняет Бога в том, что Бог сотворил плохой мир. Мир, в котором, оказывается, есть место для страдания таких праведников, как Иов. То есть Иов, наверное, считает, что можно сотворить мир лучше. То есть Иов, наверное, лучше Бога знает, как сотворить мир. А если он знает, то, наверное, он и может его сотворить. Вот Бог ему и предлагает. Давай, давай, Иов, сотвори мир, в котором не будет страданий. И вот именно вот эти слова «припаяшь чресла свои, как муж». Я думаю, что в этих словах можно увидеть следующий смысл. Ведь если Иов предлагает Богу спор, борьбу, то это можно сравнить с борьбой двух мужчин. Да, мужчины любят бороться, узнавать, кто сильнее. Для того, чтобы было удобнее бороться, люди придумывают пояса. Да, вот давай, припаяшься, как мужчина, и давай с тобой бороться. Кто сильнее из нас? Ты, Иов, или Бог? И тогда Иов понимает, понимает всю абсурдность своих требований. После этих слов Иов несколько раз повторяет. Я понял, я признал свое поражение. Я больше не буду бороться с тобой, Господи. Я понимаю теперь, что страдания являются необходимой частью нашего мира. Почему? Иов не спрашивает. Он просто понимает, что это, видимо, находится выше нашего понимания. Если в мире есть страдания, и страдают даже такие праведники, как Иов, значит, это должно быть. И после того, как Иов кается в этих своих горделивых требованиях, чтобы Бог ответил ему, как бы оправдался перед ним, после этого Бог возвращает Иову все. И здоровье, и богатство, и, конечно же, детей. Вот эта книга Иова перекликается и со словами Иисуса Христа из Евангелия от Иоанна. Страдания в этом мире должны быть. Не всегда нам это понятно, но мы должны их воспринимать и принимать как часть этого мира. А апостол Павел даже поясняет, всегда радуйтесь, за все благодарите. Понимаете? Всегда и за все. Даже если у Иова сгорело его имущество и он заболел проказой, даже если человек родился слепым, радуйтесь и благодарите, ибо такова воля о нас, Господа нашего Иисуса Христа. Без страданий, оказывается, невозможно прожить. Мы читаем в других местах Священного Писания «Бог, кого любит, того наказывает». Ведь мы часто наказываем только тех, кого мы любим. Да, мы наказываем своих детей за их шалости и непослушания. И можем равнодушно пройти мимо соседского ребенка, который шалит еще более грубо, но нам его судьба безразлична. Мы его не наказываем, мы проходим мимо, а своего ребенка мы наказываем. Мы хотим, чтобы он исправился. Но критик тут же скажет «Конечно, мы наказываем, но не до смерти же мы можем поставить в угол, мы можем лишить сладостей, лишить игры, потом сами будем терзать себя за свою, может быть, излишнюю жестокость. Почему же Бог наказывает так жестоко, родился слепым? Мученическая кончина почти всех апостолов, учеников Христа, кроме апостола Иоанна? За что Бог так любит их, что они страдают? И понять смысл страдания невозможно без главного, самого первого преступления, которое совершило человечество. Это преступление Адама и Евы, это грехопадение. Мы об этом говорили в другой нашей беседе, где мы разбирали эту главу из книги «Бытия». В чем причина грехопадения, почему его последствия были такими. Сейчас просто напомню главную мысль, которую отцы церкви находят в этом сюжете, в этом преступлении грехопадения. Как пишет святитель Василий Великий в своем слове о том, что Бог не виновник зла, Адам и Ева ослушались Бога, то есть отошли от Бога. Бог – это жизнь, Бог – это истина, Бог – это блаженство, Бог – это благо. Ослушавшись Бога, Адам и Ева фактически отошли от Бога. И так же, как человек, который уходит в сторону от фонаря, горящего на ночной улице, и поэтому попадает во тьму, так и Адам с Евой отошли от Бога и попали в царство смерти. Ведь Бог – это жизнь, и уход от Него – это смерть. Бог – это истина, и уход от Него – это ложь. Бог – это блаженство, и уход от Него – это страдание. И слова, которые Бог говорит Адаму и Еве, это слова – это не приговор. Это не жестокий приговор человека, который наказывает кого-то за его непослушание. Это печальная констатация факта. Поймите, Адам и Ева, что вы наделали. Теперь ты, Ева, будешь рождать в страданиях, а ты, Адам, будешь зарабатывать себе хлеб насущный за тяжелую плату в поте и труде. Вот каковы плоды, каковы последствия вашего поступка. Вы не захотели жить вечно, вы не захотели жить блаженно, и теперь вы будете страдать. Страдание это тот путь, который выбрали наши прародители и в этом состояло главное последствие грехопадения – изменение природы человека. Природа человека стала страдательной, стала смертной. Дети, родившиеся от Адама и Евы, имели уже другую природу, не бессмертную, не бесстрастную, а смертную и страдательную. Поэтому человек не может не страдать. Увы, это факт нашей жизни. Но мы читаем дальше и узнаем, что Бог поставил ангела с мечом огненным, чтобы Адам и Ева не вернулись и не вкусили от дерева жизни и не стали тем самым бессмертными. Зачем? А здесь опять же четкое понимание того, что смерть в данном случае оказывается благодетельной. Страдания оказываются играют целительную роль. Если бы Адам и Ева вернулись в рай и вкусили от дерева жизни, стали бы бессмертными, то теперь уже ничто бы их не остановило. Не остановило их падение все дальше и дальше. Ведь признаемся, каждый из нас понимает, что страдания человека как-то останавливают нас от дальнейших злых дел. Страдания другого человека заставляют нас полюбить его по-настоящему. Замечательные слова я прочитал у Антона Павловича Чехова. Никогда ты не любишь человека так, когда ты боишься его потерять. Мы часто относимся к своим ближним, даже к детям равнодушно. Они нам надоедают, они нам мешают, они от нас чего-то требуют. Но как только наш ребенок заболевает, ты готов сам заболеть, все отдать, лишь бы вот это невиновное существо перестало страдать. Но для Бога мы все его дети, поэтому и он не может бесстрастно смотреть на наши страдания. Он не может нас избавить от страданий, не может не в силу того, что он не всемогущ, нет, избавить нас от страданий означало бы вмешаться в нашу свободную волю. Очень часто, как я уже говорил, мы сами виновники своих собственных страданий. Кто заставлял больного раком горла или легких курить пачку за пачкой, хотя его предупреждали, писали на пачках сигарет, курение убивает, курение приводит к раку, к туберкулезу, к импотенции, к бесплодию. Ах, меня это не касается. Это не все, это статистика. Что думает потом этот человек, оказываясь на больничной койке? Какой же я был дурак! Почему я раньше не слушал своих друзей, близких, врачей, предупреждавших меня о моих последствиях, а последствия оказались, ой, как горькими? Ах, как больно бывает кашлять, как больно испытывать разного рода страдания, вызванное болезнью? Поэтому в данном случае мы сами себя наказываем. Мы сами виновники своих собственных страданий. И неужели Бог должен избавить нас от нашей глупости? Он должен решать наши собственные проблемы? Ведь не для этого Бог сотворил человека свободным. Бог сотворил человека свободным для того, чтобы человек свободно последовал за Богом, свободно служил ему, свободно и радостно стремился к благу, то есть и к блаженству. А человек не хочет. Человек считает, что лучше грешить, а потом недоумевать, почему у него такие последствия. Страдания часто бывают единственным средством направить человека к добру. Страдания близких пробуждают в нас любовь к этим близким. Главная заповедь, которая говорит нам Иисус Христос, возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого себя. Как самого себя, понимаете? А как мы любим себя? Мы не хотим, чтобы у нас болели наши органы. Вот точно так же и не надо хотеть, чтобы болели и наши ближние. Точно так же переживать за них, когда они болеют, как я переживаю за свою собственную болезнь. Точно так же заботиться о них, когда они заболевают, как я заботюсь о себе самом. Поэтому часто для нас, для нашей огрубевшей души страдание бывает единственным средством направить нас на путь добра. Заметить, что добро есть, особенно, когда я страдаю сам. Заметить, что справедливость есть, когда мы замечаем, что страдают праведники. Ведь как еще объяснить человеку, что есть высшая справедливость. Только по противоположности. Когда человек замечает, ах, как несправедливо, за что страдают праведники, почему негодяи, воры, убийцы живут себе припеваючи в своих дворцах. Это же несправедливо, где Бог? Почему Бог так не поступает, почему Он не наказывает их? Понимаете, мы Бога призываем. То есть мы убеждены, что есть справедливость, и даже Бог должен соответствовать этой справедливости. А если высшая справедливость есть, то это и есть Бог. То есть Бог должен соответствовать сам себе. Мы опять попадаем в ту же самую ловушку, в которую попал Иов, требуя от Бога того, чтобы Он выполнил наши желания. А мы уверены, что все наши желания справедливы. Мы уверены, что наши желания приведут нас к нашему благу, к блаженству. Мы часто напоминаем себе детей, которые не любят своих родителей, потому что родители заставляют есть кашу и овощи, а нам хочется есть конфеты и пирожные. и говорим вот у соседского мальчишки какие замечательные родители. Они кормят его конфетами, пирожными, не заставляют читать книжки, делать уроки, заниматься физкультурой. А у меня родители ужасные. Все это заставляют делать. Лет через двадцать, повзрослев, этот юноша или девушка скажут, какие же у меня замечательные родители. Они меня заставляли делать уроки, читать, заниматься физкультурой, кормили меня здоровой едой. А соседский мальчишка уже сидит в тюрьме, набрал кучу болезней, потому что его желания родители легко исполняли. Вот так же и мы перед лицом Божиим. Мы думаем, что Бог нас наказывает, заставляя нас делать какие-то дела, выполнять его заповеди. А нам хочется грешить, хотя мы часто не понимаем, что это грех. Мы часто не понимаем, что мы тем самым обрекаем себя же на страдания, страдания на незаслуженные. Но чаще всего они бывают заслуженными. Но возвращаясь к этому эпизоду, описанному в Евангелии от Иоанна о страданиях слепорожденного. Да, для него они были незаслуженными. Но они необходимы были, повторяю, для того, как сказал Иисус Христос, чтобы на нем явились дела Божии. Это еще другой аспект, чисто евангельский. Когда Христос далее, что он сделал? Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему, пойди умойся в купальне Силаам. Он пошел и умылся и пришел зрячим. Господь совершил чудо. Господь исцелил этого невиновного человека, который страдал, но потом получил награду за свои страдания. И Господь показал нам пример, как нам нужно относиться к людям, которые страдают. В другом месте Господь говорит своим ученикам, где вы были, когда я был в больнице, когда я страдал в темнице. Ученики удивляются, говорят, когда ты был в больнице, когда ты был в темнице. И Христос им объясняет, что любой человек, томящийся несправедливо в темнице или страдающий от болезни, в нем страдает Христос. И помогая Ему, мы помогаем не только Ему, но и проявляем свою любовь к Богу. Вот такова должна быть наша деятельная любовь к людям. А еще раз напоминаю, что такая любовь у нас просыпается только тогда, когда люди страдают. Особенно тогда, когда они страдают неправедно. И поэтому эта настоящая любовь должна быть не просто вздыханием. Ах, почему Бог не сделает так, чтобы праведники не находились по тюрьмам, чтобы невиновные дети не болели, чтобы старики не были забыты обществом и государством. нет, мы должны все это делать, заботиться о своих детях, о стариках, бороться за справедливость, если она в данном случае не восторжествовала. Бог для этого сотворил человека, для того, чтобы он стремился стать более совершенным, абсолютно совершенным, чтобы стал совершенным, как Отец наш Небесный, который любит нас и страдает, страдает вместе с нами. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него имел жизнь вечную, читаем мы в Евангелии опять же. Понимаете, без этого, без жертвы невозможна настоящая любовь. Любовь, которая главная во всем Евангелии, любовь, которая есть Бог, как мы читаем у апостола Иоанна, Бог есть любовь, и поэтому именно в любви к людям мы ближе всего приближаемся к Богу. А полюбить легче всего тогда, когда ты видишь страдающего, страдающего неправедно, несправедливо, как мы себя любим, когда мы страдаем, так же и ближнего мы начинаем любить, когда он страдает. Но эта любовь, которая нас пробуждается, когда мы видим страдающего человека, если это любовь настоящая, то она пробуждает человека и к делам. Мы хотим исцелить больного, мы хотим освободить из тюрьмы неправедно туда заключенного, мы хотим что-то сделать, то есть принести какую-то жертву своим временем, своими деньгами, своим имуществом, но без этого невозможно настоящая любовь. Как Христос принес себя в жертву, жизнь свою отдал для того, чтобы мы имели жизнь вечную, так и мы должны, следуя за Христом, приносить себя в жертву. Иногда мы приносим жертву небольшую, принесем в храм какую-нибудь свою небольшую жертву, видели денег или послушание, но Христос говорит нам, нет большей той любви, когда кто душу, то есть жизнь свою, не отдаст за друзей своих. Вот это есть высшая жертва, жертва, которая приносит за нас воины, защищая нас от врага, пожарные, спасая нас от огня, полицейские, спасая нас от грабителей и убийц. Вот это есть настоящая любовь. Да, она связана со страданиями, но именно так и проявляется настоящая любовь к ближнему, настоящая любовь к Богу. В мире, где будет все прекрасно, где не будет страданий, там не будет и любви. Именно это имел в виду, наверняка, я так думаю, Бог, когда объяснял Иову, что он неправ. Именно это имел в виду Христос, объясняя Своим ученикам, почему так должно было, чтобы явились на этом слепорожденном дела Божии. Да, мир жесток, и князь мира этого Сатана, и он радуется, видя, как мы страдаем. Но эта радость его, она временна. так же, как объясняет этой церкви, временной была радость Сатаны, когда он увидел мертвым Сына Божия. И что? Он думал, что он победил Бога, а на самом деле он попал в западню. Сам Сатана попал в западню, и Христос победил и Сатану, и смерть, и избавил нас от смерти, но не избавил нас от временных земных страданий, показывая нам, что без страданий часто незаслуженных, часто несправедливых, но именно поэтому вот без таких страданий и невозможна настоящая любовь, настоящая любовь к ближнему, настоящая любовь к Богу. И без этого невозможно и наше спасение. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. «Стро» «Стро» дюйс, «Стро» «Стро»